Беседа пятая. Еще увещание к народу о мужественном перенесении угрожающего бедствия по примеру того, что случилось с Сиолом и Ниневитянами, и о том, что бояться должно не смерти, а греха, и о том, что значит умереть худо, и о том, что нужно со всяким тщанием избегать клятву. Повествование о трех отроках и пяти вавилонской немало, кажется, утешило вчера любовь вашу, а еще более пример Иова и гноище, которое славнее всякого царского престола. Так как от воззрения на царский престол, видевшим его нет никакой пользы, только кратковременное удовольствие, не приносящее никакой выгоды, от воззрения же на гноище Иова, каждый получает великую пользу, великое вразумление и наставление в терпении. Поэтому многие ныне предпринимают дальний и морской путь, и с концов земли отправляются в Аравию, чтобы увидеть это гноище, и увидев, облобызать землю, которая была поприщем подвигов этого венценосца, и приняла в себя кровь, драгоценнейшую всякого золота. Не столько блестит багреница, сколько блистало тогда это тело, обогренное не чужое, но собственное кровью. А раны его были драгоценнее всяких камней, потому что жемчужины сами по себе не приносят нам в жизни никакой пользы, и у владейших ими не восполняют никакой существенной нужды. Раны же те доставляют утешение во всякой скорби. И дабы тебе увериться в истине этого, покажи тому, кто лишился законного и единственного сына бесчисленное множество жемчужин. Ты не облегчишь его несчастье и не уврачуешь скорби, но если напомнишь ему о ранах Иова, то легко можешь уврачевать такими словами. Зачем печалишься, человек? Ты лишился одного только детища. А блаженный тот, потеряв целый сон детей, поражен был и в самую плоть, и ногой сидел на гноище, обливаясь со всех сторон гноем, между тем, как плоть его мало-помалу истоевала. А этот муж был, Иов один-один, непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла, а добродетели коего свидетельствовал Бог. Если скажешь эти слова, то потушишь сетующим печаль и уничтожишь все горе, и таким образом раны праведника оказываются полезнейшим чужин. Посему вообразите и вы себе этого подвижника, и представьте, что видите сами то гноище. И на этом гноище сидит он, эта золотая статуя, осыпанная драгоценными камнями. И как бы еще назвать, не знаю, потому что не могу приискать столь дорогого вещества, которому бы можно было уподобить это окровавленное тело. Так плоть эта была несравнена драгоценнее всякого и самого дорогого вещества, и раны светлее лучей солнечных. Лучи озаряют телесный взор, а те просвещают очи ума нашего. Они же совершенно осветляют дьявола. Вот почему дьявол после того поражения и отступил, и не являлся более. Ты же, возлюбленный, познай, и отсюда скорби велика бывает польза от скорби. Пока праведник был богат и наслаждался покоем, дьявол имел повод клеветать на него, хоть и ложно. Однако же мог сказать, разве даром богобоязнен Иов? А как отнял у него все и сделал его бедным, то не смел уже и уст открыть. Пока Иов был богат, дьявол обещал бороться с ним и грозил не зринуть его. А как сделал его бедным, лишил всего и поверг в крайнюю болезнь, тогда удалился. Пока тело его было здраво, дьявол поднимал на него руки. Когда же покрыл ранами плоть его, то побежденный обратился в бегство. Видишь, насколько для рассудительных бедность лучше и полезнее богатство, немощь и болезнь, здравие, искушение, спокойствие. И насколько более славными и сильными делают они подвижников. Кто видел, кто слышал о столь чудесном состязании? Обыкновенные борцы лишь только поразят в голову своих противников, тотчас одерживает победу и получает венцы. А дьявол, когда поразил тело праведника, покрыл многоразличными язвами и довел до изнеможения, тогда-то и побежден был и отступил прочь. И хотя со всех сторон пронзил ребра его, однако не добился этим ничего, потому что не похитил хранившегося там сокровища, а для нас сделал его виднее. И сквозь эти отверстия дал всем возможность смотреть во внутренность страдальца и видеть все богатство его. Когда надеялся он одержать верх, тогда-то и удалился с великим стыдом. И не испустил более ни одного звука. Что случилось, дьявол? Для чего убегаешь? Разве не исполнилось все по твоему желанию? Разве не истребил ты его овец, сволов, коней и мулов? Разве не погубил и всех его детей? И не изранил всей плоти? Для чего же убежал ты? А вот для чего, отвечает он. Хотя исполнилось все по желанию моему, но то, чего я особенно домогался и для чего сделал все прочее, не исполнилось, он не произнес хулы на Бога. Для того, чтобы добиться этого, я и делал все другое. А как скоро этого не случилось, то мне нет никакой пользы от истребления его богатства. Погибели детей и поражение его тела вышло противное тому, чего я желал. Своего противника я сделал более славным и блистательным. Убедился ли ты, возлюбленный, сколь велика польза от несчастья. Красиво было здоровое тело Иова, но стало еще прекраснее, когда изъязвлено было ранами. Так шерсть красиво бывает и до краски ее, но сделавшись пурпуровою, получает неизъяснимую красоту и приятность. Если бы дьявол не обнажил Иова, мы не узнали бы доблести победителя. Если бы не поразил тело его язвами, то изнутри не просияли бы лучи. Если бы не посадил его на гноище, мы не узнали бы его богатство. Не столь блистателен царь, сидящий на престоле, сколь славен и блистателен был Иов, сидящий на гноище. После царского престола смерть, а после этого гноища царство небесное. 70. Размышляя обо всем этом, ободримся от овладевшего нами уныния. Эти истории предлагаю я вам не для того, чтобы вы хвалили речь мою, но чтобы подражали добродетели и терпению тех доблестных мужей, чтобы из самых дел узнали вы, что из всех зол человеческих один грех есть действительное зло, а не бедность, не болезнь, не обида, не злословие, не бесчестие и даже не смерть. Это, по-видимому, самое крайнее из всех зол. Эти бедствия для любомудрствующих таковы только по имени. А на самом деле прогневать Бога и сделать что-либо ему неугодное, вот истинное несчастье. В самом деле, что страшного смерти, скажи мне, то ли, что она скорее приводит тебя в тихую пристань и в ту безмятежную жизнь. Если и не умертвить тебя человек, то самый закон природы в известный срок разве не разлучит тело с душою? Пусть теперь и не случится то, чего мы боимся, но это будет спустя немного. Говорю так не потому, чтобы ожидал я чего-либо страшного или печального, но потому, что стыдно мне за тех, кто боится смерти. Ожидаешь ты таких благ, которых ока не видела и уха не слышала и на сердце человеку не приходило, и не спешишь насладиться ими, не родишь и медлишь, и не только медлишь, но еще боишься и трепещешь. И как тебе не стыдно скорбеть из-за смерти, когда Павел воздыхал из-за настоящей жизни и в послании к римлянам говорил, ибо знаешь, что вся тварь совокупно стинает и мучается до ныне. И мучаемся мы, имея в сами себе начаток. И говорил это не в осуждении настоящего, но по сильному желанию будущего. Вкусил я, говорит он, благодать, и не терплю замедления. Имея начаток духа и стремлюсь к полному обладанию, восходил я на третье небо, видел неизреченную ту славу, видел царственное великолепие, узнал, чего лишаюсь, пребывая здесь, и поэтому воздыхаю. Скажи мне, если бы кто ввел тебя в царский дворец и показал сияющее на всех стенах солнце и всякое другое благолепие, потом перевел бы тебя оттуда в хижину бедного, а через несколько дней обещал бы опять ввести в тот царский дворец и дать тебе там место для всегдашнего жительства, не стал ли бы ты скорбеть и тяготиться даже и в эти немногие дни? Так рассуждай и о небе, и земле, и воздыхай с Павлом не из-за смерти, но из-за настоящей жизни. Так дай мне, говоришь ты, сделайся подобным Павлу, и я никогда не стану бояться смерти. А что тебе человек препятствует сделать подобным Павлу? Разве он был не беден? Разве не делатель палаток? Разве не простой человек? Если бы он был богат и благородного происхождения, бедные, призываемые к подражанию ему, конечно, могли бы отговаривать о своей бедностью, но теперь ты ничего такого сказать не можешь, потому что этот человек был ремесленником и снизкивал себе пропитание ежедневными трудами. К тому же ты в детстве наследовал от родителей благочестие, и с первых лет напитан священным писанием, а он был и богохульник, и гонитель, и обидчик, и разорял церковь. Но, несмотря на это, так внезапно изменился, что превзошел всех силой своей ревности и взывает «Будьте подражателями мне, как я Христу». Он подражал Господу, а ты не подражаешь и Сарабу, ты, который от юности воспитана в благочестии, тому, кто уже впоследствии изменился и принял веру. Уже ли не знаешь, что грешники, хотя и живут, мертвы, а праведники, хотя и умирают живы. И это не мои слова, а приговор Христа, сказавшего Марфи, «Верующий в меня, если и умрет, а живет». Разве басня – наше учение? Если ты христианин, то веруй Христу. Если веруешь Христу, то покажи мне веру в делах. Как же ты покажешь веру в делах, если будешь презирать смерть? Этим мы и отличаемся от неверных. Они справедливо боятся смерти, потому что не имеют надежды на воскресение. Но ты, идя лучшим путем, имея возможность любомудрствовать о надежде на будущее, какое найдешь оправдание, когда, веруя в воскресение, боишься смерти, подобно неверующим на воскресение. Но я боюсь, говоришь ты, не смерти, не умереть боюсь, но умереть худо, быть обезглавленным. Так неужели и Иоанн умер худо, потому что был обезглавлен? И Стефан также худо умер, потому что побит камнями. И мученики все, по-вашему, умерли жалкой смертью, потому что один огнем, другие железом лишены жизни, одни брошены в море, другие со стремнин, а иные в челюсти зверей, и таким образом скончались. Умереть худо, человек, значит, не насильственной смерти умереть, но умереть во грехах. Послушай, как любомудрствует об этом пророк. Смерть грешников люта, говорит он. Не сказал насильственной смерть люта, но смерть грешников люта. И справедливо, потому что по отношению отшерстия их отсюда, нестерпимое наказание, нескончаемые муки, червь ядовитый, огонь неугасающий, тьма кромешная, узы неразрешимые, скрежет зубов, скорбь, теснота и вечное осуждение. 72. Когда такие бедствия ожидают грешников, какая будет им польза от того, дома ли или на постели своей не окончат жизнь, равно как и праведникам, не будет никакого вреда от того, что окончат настоящую жизнь от меча или железа и огня, когда они имеют перейти к вечным благам. Поистине смерть грешников люта. Такова была смерть того богача, который показал презрение к Лазарю, и хотя окончил жизнь дома, на постели, в присутствии друзей, своей смертью, но по отшествии горел в огне и не мог найти там никакого утешения в благодельстве настоящей жизни. Не то с Лазарем. Хотя он на дворе богача, среди псов, лизавших раны его, потерпел насильственную смерть, ибо что может быть мучительнее голода, но по отшествии стал там наслаждаться вечными благами, веселясь на лоне Авраама. Какой же был ему вред от того, что он умер насильственно, и какая польза богачу от того, что он умер ненасильственно. Но мы, говоришь, боимся умереть ненасильственно, а безвинно. Боимся, не сделав ничего такого, в чем нас подозревают, быть наказанными наравне с уличенными в преступлении. Что говоришь, скажи мне? Боишься умереть безвинно, умереть по делам хочешь? И кто же будет так жалок и несчастен, что когда бы предстояла ему незаслуженная смерть, захотел бы выше умереть по делам? Если должно бояться смерти, то бояться той, которая постигает нас по делам. Потому что умерший незаслуженный через это самое входит в общение со всеми святыми. Большая часть благоугодивших Богу и прославившихся умерла незаслуженной смертью. И первым из них Авель. Убит он не за то, что погрешил в чем против брата или оскорбил Каина, но за то, что почитал Бога. А Бог попустил это, любя ли его или ненавидя. Очевидно, что любя и желая за столь неправедную смерть, дать ему блистательнейший зенец. Видишь, что должно бояться ненасильственной и незаслуженной смерти, но смерти во грехах. Авель умер незаслуженно. Каин жил, стиная и трясясь. Кто же, скажи, был блажене, почивший ли в правде или живущий во грехах, умерший или незаслуженно, или наказываемый по делам? Хотите, я скажу любви вашей, почему мы боимся смерти? Нас не уязвила любовь к царствию, не воспламенила желание будущих благ. Иначе мы, подобно блаженному Павлу, презрели бы все настоящее. Сверх того мы не боимся гиенны, и потому боимся смерти. Не знаем нестерпимой тяжести тамошнего наказания, и потому боимся не греха, а кончины. Если бы тот страх поселился в душе нашей, то этот не мог бы войти в нее. И это попытаюсь объяснить не дальними какими-либо обстоятельствами, но здешними, теми самыми, которые на этих днях случились с нами. Когда пришел от царя указ о собрании подати, которое показалось несносное, все возмутились, все заспорили, начали досадывать и негодовать, и, встречаясь друг с другом, говорили, нам жизнь не вжить, город разорен, никто не в состоянии вынести соль тяжкого налога. И все сокрушались, как будто доведены были до последней крайности. Потом, когда совершилось преступное дело, и некоторые непотребные развратные люди, поправ законы, не спровергли статуи, и всех вовлекли в крайнюю опасность, так что, раздражив царя, мы стали бояться теперь за самую жизнь. Нас уже не тревожит боль и потеря имущества, но вместо всех тех речей я слышу другие. Пусть царь возьмет наше достояние, мы охотно откажемся от полей, от имений, только бы обещал нам спасти хоть голое тело. Итак, пока не объял нас страх смерти, мы беспокоились о потере имущества. Когда же произведены были все беззаконные буйства, наступивший страх смерти изгнал скорбь о потере. Точно так, если бы обладал душами нашими страх гиенны, не владел бы нами страх смерти. Но как в телах, когда постигнут нас две болезни, сильнейшая обыкновенно подавляет слабейшую. Так и тут случилось бы. Если бы был в душе страх будущего наказания, он подавил бы всякий человеческий страх. Так что, кто непрестанно будет памятовать о гиенне, тот с улыбкой станет смотреть на всякую смерть. И это не только освободит его от настоящей скорби, но избавит и от будущего пламени. Кто всегда боится гиены, тот никогда не впадет в огонь гиенский, потому что этот постоянный страх умудряет его. «Позвольте мне теперь благовременно сказать вам, братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». 1 Коринфянам 14.20 Мы действительно питаем детский страх, когда боимся смерти, а не боимся греха. Малые дети пугаются масок, а не боятся огня. Если случится поднести их к зажженной свече, они ничего не опасаются, протягивают руку к свече и огню. Ничтожная маска пугает их, а того, что в самом деле страшно, огня они не боятся. Так и мы боимся смерти, которой есть ничтожная маска, а не боимся греха, который действительно страшен, и подобно огню пожирает совесть. Это обыкновенно происходит не от существа самого дела, но от нашего неразумия. Так что если мы рассудим, что такое смерть, то никогда не будем ее бояться. Что же такое смерть? То же, что снятие одежды, тело, подобно одежде, облекает душу, и мы через смерть слагаем его с себя на краткое время, чтобы опять получить его в светлейшем виде. Что такое смерть? Временное путешествие, сон, который дольше обыкновенного. Поэтому, если боишься смерти, бойся и сна. Если сокрушаешься об умерших, то сокрушаешься об едущих и пьющих, как это дело естественное, так и то. Не печалься о том, что бывает по закону природы. Печалься более о том, что происходит от злого произволения. Не плачь об умершем, но плачь о живущем во грехах. 74. Хочешь, скажу и другую причину, по которой мы боимся смерти. Мы не живем, как должно. Не имеем чистой совести. Будь это, нас ничто не устрашило бы. Ни смерть, ни голод, ни потеря имущества, ни другое что-либо такое. Живущему добродетелю ничто подобное не может повредить и лишить его внутреннего удовольствия. Потому что, кто питается благими надеждами, того ничто не может повергнуть в уныние. В самом деле, могут ли люди сделать что-либо такое, что мужа доблестного, заставила бы скорбеть. Отнимут у него деньги, но у него есть богатство на небесах. Выгонит из отечества, но через это переселяет его в горний град. Наложит на него оковы, но он имеет свободную совесть и не чувствует внешних цепей. Умерть ряд тела, но он опять воскреснет. И как сражающийся с тенью, бьющий по воздуху, никого не может поразить, так и враждующий против праведника сражается только с тенью, тратит свои силы, а тому не может нанести ни одного удара. Итак, дай мне только твердую веру, царствие небесное, и умертви меня, ежели хочешь сегодня же. Я поблагодарю тебя за смерть, потому что через нее ты скоро переселишь меня к тем благам. Об этом-то особенно говорят, и мы скорбим, что задерживаемые множеством грехов не достигнем тамошнего царствия. Так перестань плакать о смерти и плачь о грехах своих, чтобы загладить их. Для того и печаль, чтобы мы пользовались ею к уничтожению наших грехов, а не для того, чтобы скорбели о потере имущества. О смерти или о чем-либо другом тому подобном. Что это так, объясню вам примером. Лекарства назначены для тех, только болезней, которые могут они уничтожать, а не для тех, которым от них нет никакой пользы. Примерно скажу, чтобы речь моя была еще яснее. Лекарства, которые могут пользоваться только больные глаза, а не другую какую-либо болезнь, справедливо признаешь назначенным только для глазной болезни, а не для желудка. Не для рук, не для другого какого-либо члена. Переведем же речь на печаль и найдем, что она ни в каких других обстоятельствах не помогает нам, а только исправляет грех. Поэтому, очевидно, она и назначена для уничтожения его. Разберем же каждое из приключающихся нам бедствий и, приложив к ним печаль, посмотрим, какая от нее польза. Потерял кто имущество, опечалился он, но не вознаградил потери. Лишился кто сына, поскорбел он, но не воскресил мертвого, не принес пользы отшедшему. Потерпел кто побои, заушение, обиду. Предался он горести, но обиды не отвел от себя. Впал кто в немощь и самую тяжкую болезнь, стал он сокрушаться, но болезни не уничтожил, напротив, еще усилил ее. Видишь, что ни в одном из этих бедствий печаль не помогает нисколько, но согрешил, кто и опечалился. Он уничтожил грех, загладил вину свою. Откуда видно это? Из слов Господа, говоря об одном грешнике, он сказал, за грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути от сердца своего. Поэтому и Павел сказал, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Исайя 57.17, 2 Коринфянам 7.10. Посему, как видно и сказанного, если печаль не может вознаградить ни потери имущества, ни обиды, ни позора, ни побоев, ни болезни, ни смерти, ничего-либо другого, тому подобного, но только способствует к уничтожению греха и изглаждает его, то очевидно, что для него одного она и назначена. Итак, не будем более скорбеть о потере имущества, но станем скорбеть тогда, только, когда грешим. В этом случае великая польза от скорби. Лишился ли ты чего? Не скорби, этим нисколько не пособишь. Согрешил? Скорби, это полезно. В них не в разуме премудрость Божию. Два плода породил нам грех, скорбь и смерть. В день, в который вкусишь от него, смертью умрешь, говорит Господь. Смертью умрешь. И к жене, в болезнях, в муках будешь рождать. Этими же двумя средствами Бог истребил и грех. И устроил так, что мать гибнет от чад своих. А что, подобно скорбя и смерть, уничтожает грех, это видно, как из примера мучеников, так и из слов Павла к согрешающим. Поэтому много из вас больных и немало умирают. Вы грешите, говорит, потому и умирайте, дабы смертью загладились грехи. Почему и прибавил, если бы осуждали себя, 31 стих, то не были бы судимы с миром. Как червь рождается от дерева и точит дерево, и как моль съедает шерсть, от которой зарождается, так скорбь и смерть родились от греха и истребляет грех. Итак, не будем бояться смерти, но станем бояться только греха и о нем скорбеть. Это говорю я не потому, чтобы ожидал чего-либо страшного. Нет, но потому что желаю, дабы вы постоянно имели в себе этот страх и самым делом исполняли закон Христов. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Сказал же так не для того, чтобы уносили древо на плечах, но чтобы всегда имели смерть перед глазами своими. Кто не берет креста своего, говорит Господь, и след меня идет, не достоин меня. Как и Павел умирал каждодневно, смеялся над смертью, и презирал настоящую жизнь. Ты воин и непрестанно стоишь в строю. А воин, который боится смерти, никогда не сделает ничего доблестного. Так и человек-христианин, который боится опасностей, не сделает ничего великого и славного. Напротив, его самого легко одолеют многие. Смелый же и великодушный неодолим и непобедим. И как три отрока, не убоявшись огня, избежали огня, так и мы. Если не будем бояться смерти, избегнем смерти. Они не убоялись огня, потому что сгореть не преступление, но убоялись греха, потому что жить нечестиво преступление. Будем подражать этим и всем подобным им праведникам. Не станем бояться опасностей, избегнем опасностей. 76. Я не пророк и не сын пророка, однако же верно знаю, что будет, и громко и ясно возглашаю, что если мы переменимся, попечемся сколько-нибудь о своей душе и отстанем от греха, то не будет нам ничего неприятного и печального. Амоса 7.14. И это ясно знаю на основании человеколюбия Божия и того, как поступал Господь с людьми, с городами, племенами и целыми народами. Он угрожал городу неневитян и сказал «Еще три дня и Неневия будет разрушена». Что же, скажи мне, превратилась Неневия и город разрушен? Нет. А вышло противное. Она восстала, сделалась еще славнее и по истечении стольких лет не потеряла своей славы, напротив, все еще и ныне воспевают Неневию и удивляется ей за то, что с того времени она сделалась наилучшую пристанью для всех согрешающих, не попуская им впасть в отчаяние, но всех призывая к покаянию и тем, что она сделала и чем заслужила милость Божию, убеждая никогда не отчаиваться в своем спасении, но вести жизнь добродетельно и питать благую надежду и затем твердо верить, что все завершится счастливым исходом. В самом деле, кто, слыша о бывшем с неневитянами не ободриться, кто бы он был, хотя и самый беспечный грешник, так Бог попустил, лучше не исполниться своему пророчеству, чем погибнуть городу. Впрочем, нельзя сказать, что и пророчество не исполнилось. Если ее приговор не приведен был в исполнение, тогда, как люди оставались в тех же грехах, то можно бы еще порицать предсказания. Но если Бог пристал гневаться, тогда, как они переменились и перестали грешить, то кто может еще обвинять в пророчество и обличать во лжи предсказания. Бог и тогда сохранил тот закон, который от начала постановил. Он всем людям через пророка. Какой же этот закон? Иногда я скажу о каком-нибудь народе и царстве, что и искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратиться от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. Иеремия 18.7 Сохраняя этот закон, он спас исправившихся и отступивших от беззакония избавил от своего гнева. Знал он добродетель иноплеменников, потому и нудил пророка спешить. И вот смутился город, услышав пророческий глаз. Но от этого страха не потерпел вреда, а еще получил пользу. Страх этот породил спасение, угроза отвела опасность. Приговор о разрушении остановил разрушение. О, чудное и изумительное дело! Приговор, угрожавший смертью, породил жизнь. Приговор, после того, как уже был произнесен, остался без исполнения, не так, как у мерзких судей. У этих произнести приговор значит привести его в исполнение, а у Бога напротив. Произнести приговор значит сделать его недействительным. Если приговор не был произнесен, грешники не услышали бы, а если бы не услышали, то не раскаялись бы, не отклонили бы наказание, не получили бы чудесного спасения. А как же не чудное дело, когда судья произносит приговор, а подсудимый уничтожает приговор покаянием. Они ведь не убежали из города, как мы теперь, но остались и тем укрепили его. Он был западнею, а они сделали его оплотом, был рвом и пропастью, а они превратили его в охранную башню. Слышали они, что падут здания и не убежали от зданий, но убежали от грехов. Никто не оставил своего дома, как мы теперь, но каждый оставил злой путь свой, неужели в самом деле говорили они стены породили гнев Божий. Мы виновники раны, мы все должны врачество приготовить. Поэтому неневикяне верили свое спасение не перемене мест, но перемене нравов. 78 Так поступили такого место где положить свою душу, а лучше бы этого не искать, но поручить безопасность ее добродетельной и честной жизни. Мы сами если бы разгневались и вознегодовали на слугу, а он вместо того, чтобы оправдать себя, ввиду этого гнева, ушел бы в свою комнату и собрав и связав все платья и домашние вещи свои, порешил бежать. Мы сами не перенесли бы благодушно такой дерзости. Бросим же неблаговременную заботливость и скажем каждый о себе к Богу, куда уйду от духа твоего и от лица твоего куда убегу. Поревнуем любомудрие иноплеменников, они покаялись при неизвестности прощения, потому что в приговоре не было прибавлено, что если обратитесь и покаетесь, оставлю целости город, но просто сказано, еще три дня и Неневе будет разрушено. Что же они? Кто знает, говорят, может быть, раскается Бог о зле, которое желает сотворить нам. Кто знает, не знает исхода дела и не пренебрегает покаянием, не знает свойства человеколюбия Божия и при такой неизвестности переменяются. Они в самом деле не могли посмотреть на других неневетян, которые бы покаялись и спаслись, не хитали пророков, не слышали патриархов, не получали ни совета, ни наставления и не были убеждены в том, что могут несомненно умилостивить Бога покаянием. Этого не было и в угрозе, но хотя они не думали и не были уверены в этом, однако покаялись со всей искренностью. «Какое же будет оправдание нам, когда они, не будучи уверены в исходе, показали такую перемену, а мы, которые уверены в человеколюбии Божьем, часто получали много залогов его попечения, слушали и пророков, и апостолов, и научены самыми делами, не поревнуем сравняться с ними в добродетели». Велика и добродетель этих людей, но гораздо больше человеколюбие Божие, и это можно видеть из самой великой угрозности. Бог для того и не прибавил к приговору, если покаетесь, пощежу, чтобы самую неопределенность приговора увеличить страх, а увеличив страх, скорее побудить к покаянию. Пророк стыдится, предвидя будущее, и полагая, что не исполнится предсказание, но Бог не стыдится, а ищет только одного, спасения человеческого, и исправляет раба своего. Когда Ионов зашел на корабль, Бог точно взволновал море, и до того видишь, что где грех, там буря, где непокорность, там волнение. Как за грехи невитян колебался город, так за непокорность пророка колебался корабль. И вот корабельщики бросили Иону в море, и корабль перестал колебаться. Потопим же и мы свой грех, и город наверно успокоится. Итак, нам нет никакой пользы в бегстве, подобно тому, как Ионе бегство не помогло, но еще и повредило. Он убежал с земли, но не убежал от гнева Божия, убежал с земли и навел бурю на море. И не только сам не получил от бегства никакой пользы, но и те, кои приняли его, подверг крайней опасности. Когда он плыл на корабле, и с ним были и корабельщики, и кормчие, и все корабельные снаряды, тогда-то и подвергся крайней опасности. А как брошен был в море, и, загладив грех этим наказанием, упал в подвижный корабль, то есть черева китова. Тогда стал наслаждаться великой безопасностью. Из этого узнай, что как живущему во грехе не помогает и корабль, так свободного от греха и море не потопляет, и звери не пожирает. Взяли его волны и не задушили. Взял кит и не умертвил. Напротив, и животные, и стихии возвратили Богу залог в целости. И все это вразумило пророка быть человеколюбивым и кротким, а не показаться жестокосерднее неразумных мореплавителей, свирепых волн и зверей. Да и мореплаватели выбросили его не тот час, при первой опасности, но уже в крайней необходимости. И море, и зверь сберегли его с великой заботливостью, потому что все это происходило по устроению Божию. И вот он возвратился, проповедал, произнес угрозу, убедил, спас, устрашил, исправил, обезопасил одной только первой проповедью. Не требовалось много дней продолжительного увещания. Он сказал только несколько простых слов и всех привел в раскаяние. Бог не прямо с корабля привел его в город, но корабельщики передали его морю, море киту, кит Богу, Бог неневитянам. И таким долгим путем возвратил он беглеца, научая этим всех, что руки Божии избежать невозможно, что куда бы кто не ушел, нося с собой грех, потерпит бесчисленные бедствия. И хотя бы не было ни одного человека, сама природа со всех сторон восстанет против него с великой силой. Итак, не бег суверем свое спасение, но перемене нравов. Не ужели Бог гневается на тебя за то, что ты находишься в городе, чтобы тебе бежать отсюда? Ты согрешил, на это он и гневается. Посему оставь грех и останови источник зла там, где причина раны. И врачи советуют лечить противное противным. Родилась от пресыщения лихорадка, они врачи эту болезнь воздержанием. От уныния заболел кто? Говорят, что веселье хорошо для него, лекарство хорошее. Так должно поступать и в болезнях душевных. Беспечность наша возбудила гнев Божий. Отвратим его усердием и покажем полную и споборник пост, а сверх поста настоящее бедствие и страх угрожающей опасности. Сделаем же теперь вовремя принуждение душе своей, мы легко можем склонить ее ко всему, чего мы не захотим. Боязливый и трепещущий, лишенный всяких удовольствий и живущий страхи, легко склоняется к любомудрию и с великой готовностью принимает семена добродетели. 80. Итак, склоним ее душу начать исправление избежанием клятву. Хотя я вчера и третьего дня говорил вам об этом предмете, однако не перестану и сегодня и завтра и послезавтра внушать тоже. И что говорю завтра и послезавтра? Не перестану, пока не увижу, что вы исправитесь. Если уже преступающий закон не имеет стыда, тем более мы, внушающие не приступать закон, не должны стыдиться постоянного увещания. Постоянное напоминание об одном и том же зависит не от говорящего, но от слушающих, который требует непрерывного наставления в простых и удобо исполнимых делах. Да и что может быть легче того, как не клясться? Это дело одной привычки и не требует ни телесного труда, ни траты денег. Хочешь знать, как можно преодолеть эту болезнь? Как освободиться от этой дурной привычки? Я укажу тебе средства, которыми если воспользуешься, то, наверное, успеешь. Когда увидишь, что или сам ты, или кто из рабов, или детей, или жена подвержены этому пороку, и после неоднократных напоминаний не исправились, оно принесет не вред, а пользу. Таковы духовные наказания, они приносят и пользу, и весьма скорое исправление. Язык, находясь в постоянной пытке и без стороннего напоминания, получает достаточное вразумление, когда, например, бывает томим жажды и голодом, и как бы ни были мы бесчувственны, однако в течение целого дня, вразумляя тягостью этой пытки, не будем нуждаться еще в другом совете и наставлении. Вы одобряете слова мои, так покажите на деле свое одобрение, иначе какая будет польза от настоящего собрания? Если отрок каждый день ходит в школу, он между тем ничему не научается, уже ли будет достаточным в наших глазах оправданием для него то, что он ежедневно ходит туда? Не выставим ли против него самым большим обвинением то, что он ходит туда каждый день и делает это без пользы? Так станем судить и о нас самих и скажем себе столько времени ходим мы в церковь и причащаемся страшной и спасительной вечери, но если будем выходить отсюда все такими же, какими приходим и не исправим ни одного из своих недостатков, какая будет нам польза отхождения сюда? Многие дела делаются не ради их самих, но ради их последствий, например, сеющий не для того сеять, чтобы только сеять, но чтобы и пожать, так что если этого не будет, сеющий потерпит убыток, сгноив понапрасну семена, купец не для того плавать, чтобы только плавать, но чтобы через мореплавание умножить свое имение, так что если этого не будет, последствует крайний убыток, убыток и мореплавание купцов окажется вредным, так будем рассуждать о себе, И мы ходим в церковь не для того только, чтобы побывать здесь, но чтобы вынести отсюда великую и духовную пользу. Итак, если мы будем выходить отсюда без всякой пользы, то и усердие будет нам в осуждение. Дабы не случилось этого и нам не причинить себе крайнего вреда, по выходе отсюда рассуждайте, друзья, между собою, отцы с детьми, господа со слугами, и старайтесь выполнить, что вам заповедано, чтобы когда опять сюда придете и услышите от нас наставление о том же предмете, не прийти вам в стыд от упреков совести, но радоваться и веселиться, видя, что большая часть наставления вами уже исполнена. Но не здесь только будем так любомудрствовать, потому что этого кратковременного наставления недостаточно для искоренения всего худого. Пусть и дома слышит об этом муж от жены и жена от мужа. Пусть между всеми будет взаимное соревнование в исполнении этого закона, и упредивший в исполнении пусть обличает неисполнившего, чтобы упреками сильнее возбудить его. А кто отстал и не исполнил, пусть смотрит на упредившего и старается скорее догнать его. Если будем думать и заботиться об этом, у нас скоро пойдут успешнее другие дела. Ты подоботься о Божьем, и Бог попечется о твоем. Не говори мне, что если кто поставит нас в необходимость клятся, что если он не поверит? Так-то особенно, где нарушается закон и не должно помнить о необходимости. Одна необходимость неизбежна – не оскорблять Бога. Между тем, совет и вот что. Воздержись покаять ненужных клятв, произносимых без причины и без необходимости дома, при друзьях, при слугах. Если отстанешь от этих клятв, то для избежания прочих не будешь уже иметь нужды во мне. Когда самые уста приученные боятся избегать клятв, хотя бы кто и тысячу раз заставлял поклясться, не позволят уже впасть в эту привычку. Как мы теперь, хотя и с великим усилием, и с чрезвычайной настойчивостью устрашаем, угрожаем, увещеваем, советуем, однако же едва ли успели приучить ваши уста к другой привычке. Так и тогда, в какую бы кто ни поставил нас крайность, не принудит он нас приступить к закону. И как никто никогда не согласится принять яд, даже и в самой крайности, так и мы тогда не решимся произнести клятву. Исполнение этого будет для нас увещанием и побуждением приступить к совершению других добродетелей. Ничего не исполнивший делается беспечным и скоро падает духом, но кто осознает о себе, что исполнил хотя одну заповедь, тот, ободренный этим, с большим рвением приступит и к исполнению прочих заповедей. Потом, исполнив другую, скоро перейдет их в следующий и остановится не прежде, когда достигнув самой вершины. Если и денег, чем больше кто приобретает, тем больше еще желает, то тем более это может быть в отношении духовных совершенств. Вот почему я спешу и тороплюсь дать начало делу и положить в душах ваших основания добродетели. И прошу и умоляю вас помнить слова мои не только в настоящий час, но и дома, и на площади, и где бы вы ни были. О, если бы мог я постоянно быть с вами, тогда не было бы мне нужды в этом долгом собеседовании. Но как это теперь невозможно в этом, то помните вместо меня слова мои. И садясь за стол, представляйте себе, что я вошел, стою перед вами и внушаю то, о чем здесь теперь говорю вам. И где только у вас зайдет речь обо мне, прежде всего вспомните об этой заповеди. И эту награду дайте мне за мою любовь к вам. Когда увижу, что вы исполнили эту заповедь, тогда я достиг всего, получил полное возмездие за труды. Итак, дабы вы и нас сделали более ревностными, и сами были бодры, и приобрели больше легкости в исполнении прочих заповедей, сохраните тщательно этот закон в душах ваших, и тогда узнайте пользу моего наставления. И золотая одежда, конечно, бывает красива, если даже просто смотрим на нее. Но она кажется нам еще красивее, когда наденем ее на наше тело. Так и заповеди Божьи прекрасны, и тогда как только хвалят их. Но они оказываются еще прекраснее, когда их исполняют. Вот и вы теперь хвалите слова мои только на короткое время. Но если исполните их, то всякие день и во всякое время будете хвалить и нас, и самих себя. Но еще не важное дело, что мы будем взаимно хвалить друг друга. Важно то, что сам Бог восхвалит нас. И не только восхвалит, но и наградит теми великими и незреченными дарами, которых да удостоимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.